Все продовольственные рынки Челябинской области работают. Продавцов обязали носить маски и одноразовые перчатки. После каждого клиента предприниматели обрабатывают прилавки руки. Товар грузчики носят с интервалом, соблюдая дистанцию. В каких условиях продают продукты и упала ли выручка? На потребительский рынок отправилась Маргарита Хижняк. Вот вода-то всегда идет хорошо. Пиво-то не пьют, а вода-то идет. В оптовом отделе напитков перебоев с продажами не чувствуют. Снарядив всех сотрудников масками, упаковками продают товар. Минералку и квас для взрослых, годировку для детей. Во время карантина на воду спрос увеличился. Товар рабочие носят с интервалами, соблюдая дистанцию в полтора метра. Каждые два часа обрабатывают руки и меняют маски. Дезинфекцию продолжают и дома. Хлорогексидин, то есть каждый грузчик должен домой прийти, в том числе все наши работники, прополаскивать горло. Потом мы обрабатываем вот этим перекиси, хлорогексидином. То есть везде ручки. Пол моем, вода разведенная с белизном. Здесь на потребительском рынке во время карантина работают только магазины с продуктами и бытовой химией. Все отделы с одеждой, текстильным и трикотажем закрыты. Вот здесь даже и висит пломба. Почти на каждом отделе сейчас висят и объявления. Покупатели предупреждают о коронавирусной инфекции и просят соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, рынок и так опустел. Покупателей стало в два раза меньше. Раньше было человек 20 в день, может быть, сейчас. Сегодня, наверное, человек. Ну да, 10, ну половина, наверное, точно сократилась. Переживают за свою безопасность и клиенты. Большинство покупателей по рынку без масок не ходят. Реже стали приезжать и оптовики из области. Берут товар впрок, чтобы на дольше хватило. У нас в магазин что-то надо же делать. Людей кормить надо. Мы вот не выезжали неделю целую. Сейчас заехали, вроде бы цены такие же. Но не на все. Например, моющие и дезинфицирующие средства резко подорожали. Белизну не успевают выставлять на прилавок. Разбирают. Наша сколько стоит вот такая банка? 26 рублей. Одна штучка. А была сколько? Была 23,80. Но не все продавцы идут с журналистами на контакт. Некоторые при виде съемочной группы быстро закрываются в своих отделах. Здравствуйте, а вы поговорите с нами? Ну вы что такие? Поговорите. Затем, как продавцы соблюдают новые санитарные нормы, следит охрана. Несколько раз в день они делают обход рынка и предупреждают торговцев. Ежедневно и сами проходят небольшое обследование. Мы утром всегда меряем температуру перед тем, как идти на работу. Температура появилась. Не ходить сюда. Идти сразу своему лечащему врачу. Пока тех, кто не носит маски и игнорирует усиленную дезинфекцию, штрафовать не будут. Но вот контракт на аренду отдела могут расторгнуть.